Ровно 85 лет назад в СССР было основано движение «Готов к труду и обороне». Его участники не просто демонстрировали свою физическую подготовку, но и участвовали в состязаниях. Самые спортивные получали знаки отличия. В 2014 году президент России Владимир Путин подписал указ о возвращении системы «Готов к труду и обороне». На этой неделе комплекс ГТО сдавали 11-классники школ города и района. Как это было, расскажут мои коллеги. Если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов. Водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров. Как говорится, всё новое – это хорошо забытое старое. Движение, которое зародилось в 30-х годах прошлого века, сейчас возрождается. И сегодня школьники, а также любой житель нашего города и района может сдавать физкультурно-спортивный комплекс ГТО. Благодаря системе физкультурно-спортивного воспитания в советское время были выявлены талантливые и ставшие впоследствии всемирно известными спортсмены. На прошлой неделе в Славянске-на-Кубани стартовало тестирование ГТО среди 11-ти классников школ города и района. В день открытия в легкоатлетическом манеже «Олимпийц» ребята попробовали свои силы в следующих нормативах – подтягивания на перекладине, прыжки в длину, отжимания. Как отметил начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа, тестирование будет проходить несколько дней. Нормы ГТО, сегодня они будут сдавать здесь в зале и плавание в «Дельфине». Завтра будем сдавать на стадионе, там длинные дистанции бегевые, 100-метровка и кросс. И пулевая стрельба у нас в кадетском корпусе мы это все сделаем. То есть три дня будут проходить. Если кто-то не сдаст и будет у них еще желание сдавать, они подают заявку. А у нас образован сегодня муниципальный центр тестирования, возглавляет его Михаил Кириллович Дроботенко. Физическая подготовка лежит в основе всего, считает выпускница 4-го лицея Анна Ступак. Поэтому она с удовольствием участвует в тестировании. Я решила сегодня принять участие в ГТО, во многих видах спорта. Вообще решила попробовать себя во всем, потому что мне очень нравится это занятие, это самосовершенствование. Мне нравится, во-первых, то, что можно заниматься спортом и еще и за это получить баллы дополнительные к ЕГЭ. По-моему, это очень здорово. Видимо, не зря возобновили программу физической подготовки ГТО. Ведь желающих поучаствовать в тестировании очень много. Добровольно сдать нормативы в этот день пришло порядка 150 школьников. Во-первых, это важно для самого здоровья, мне кажется. Для общего развития. Каждая школа принимает здесь участие. Это очень важно. Заняваться спортом – это здорово. В наше время, если человек здоровый, это значит престиж какой-то. Сейчас, кто не занимается спортом, сидят за компьютером – это очень плохо. И чтобы поколение возрождалось у нас, чтобы все были здоровы, у нас заниматься спортом. ГТО должен сдавать каждый подросток, чтобы доказать себе, доказать многим, я считаю, прежде всего себе, что ты можешь, что ты достойна этого. И, в принципе, если на золотой знак сдать, то в институте дополнительные баллы. Выполнение нормативов на золотой, серебряный и бронзовый знаки физкультурно-спортивного комплекса ГТО могут соответствовать оценке «Отлично» в школьном предмете, а также дают преимущество при поступлении в ВУЗ дополнительные баллы. То, что так много старшеклассников собрали здесь, чтобы добровольно сдать нормативы, это хороший признак того, что в Славянском районе любителей физкультуры, желающих заниматься собой и физически себя укреплять, достаточно. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События». Копачевская, Георгий Калининг «Сцевмелирномision» ком что за они